Доброго времени суток! Меня зовут Мария Берзин и я рада приветствовать вас на курсе «Основы построения доменной сети». Данный курс разделен на четыре модуля. В первом модуле мы рассмотрели, зачем вообще нужна компьютерная сеть и поговорили о двух типах компьютерных сетей, которые можно создать с помощью операционных систем Microsoft. Это рабочая группа и доменная сеть Active Directory. Во втором модуле вместе с вами мы создали наш первый контроллер домена и наш первый домен. В третьем модуле мы поговорим о подразделениях в группах учетных записях пользователей и создадим их для нашего домена. И, наконец, в четвертом модуле мы добавим компьютер в домен и посмотрим, как в целом работает наша сеть. И давайте перейдем к третьему модулю – подразделения группы учетной записи пользователей. Итак, давайте начнем с подразделений. Подразделения или Organizational Unit по сути представляет собой контейнер в Active Directory, папку, в которой хранятся пользователи, группы, компьютеры, могут храниться и другие подразделения. С помощью подразделений системный администратор имеет возможность воссоздать всю организационную структуру организации. Однако основная особенность подразделений заключается в возможности назначать групповые политики для всего подразделения. То есть таким образом администратор упрощает себе управление своей сетевой инфраструктурой. Давайте посмотрим на практике теперь, как же можно создать подразделения. Итак, подразделения мы будем создавать на нашем контроллере домена. Для создания подразделений существует несколько способов. Можно воспользоваться оснасткой пользователей Computer Active Directory, можно использовать PowerShell, можно использовать командную строку, а также можно запускать написанные скрипты с помощью того же PowerShell. В рамках этого курса я буду показывать вам два способа. Первый способ мы будем создавать с помощью оснастки пользователей компьютеров Active Directory, а вторым способом мы будем использовать PowerShell. Итак, давайте приступим к первому способу. Для того, чтобы запустить оснастку, мы открываем с вами Server Manager и в инструментах выбираем пункт пользователей и компьютера Active Directory и запускаем эту оснастку. Ее мы уже видели. Здесь представлена информация о нашем домене, перечисленные компьютеры, контроллеры домена, пользователя. И, собственно, если мы хотим создать подразделение, мы щелкнем правой кнопкой мыши по нашему домену, выберем пункт New и выберем Organizational Unit. Теперь нам необходимо ввести просто имя. Как я уже упоминала, подразделения позволяют нам формировать фактически организационную структуру в организации, тем самым упрощая нам процесс управления. То есть мы можем назначить на отдел, например, финансовый, мы можем назначить политики, которые будут применимы только для финансового отдела, но при этом будут действовать на всех пользователей и на все компьютеры, которые в этом финансовом отделе будут. Поэтому давайте мы создадим как раз и подразделение финансы. Есть такая здесь галочка. Фактически единственная опция, которую мы можем как-то поменять, это защита контейнера от случайного удаления. Если эту галочку мы оставляем, то даже щелкнув правой кнопкой мышки в этой оснастке, и выбрав пункт удаления на нашем подразделении, этого удаления не произойдет, так как наш контейнер будет защищен. Соответственно, если мы попытаемся просто так удалить с помощью того же PowerShell, это у нас тоже не выйдет. Нам придется выполнять предварительно дополнительные настройки для того, чтобы разрешить удаление конкретно этого подразделения. И это очень важный пункт, потому что случайное удаление подразделения может привести к очень плохим последствиям в том смысле, что удаление подразделения подразумевает удаление всех объектов и правил, что внутри этого подразделения находились. То есть представьте, что у вас финансовый отдел, в нем 30 человек, вы случайно удалили подразделение финансы, 30 человек вы удалили, 30 человек не могут работать. Поэтому эту галочку лучше оставить. Мы нажимаем «Ок». Все, наше подразделение создано. Пока оно пустое, но в дальнейших шагах и демонстрациях этого курса мы будем наполнять его группами и пользователями. Ну а давайте теперь вместе с вами попробуем создать еще одно подразделение, но только уже с помощью команды PowerShell. Для этого запустим PowerShell и воспользуемся командой, которую я заранее себе записала в блокнот, NewADOrganizationalUnit. Специально для вас в конце презентации к этому курсу я разместила ссылки на портал TechNet, где вы сможете увидеть подробное описание этой команды со всеми параметрами. Я же использую эту команду, имя нового отдела и путь, где будет создана наше новое подразделение. Подразделение будет носить имя Sales и будет создана в нашем домене mva.com. Нажимаем Enter. Буквально несколько секунд занимает процесс создания подразделения. Давайте вернемся сейчас в нашу оснастку пользователей Computer Active Directory. И сейчас мы обновим. Да, и наше подразделение Sales опять-таки появилось. Что ж, мы посмотрели, как создать подразделение. И давайте теперь мы перейдем к следующему этапу нашего курса, а именно к группам. Итак, следующим элементом Active Directory, о котором мы с вами поговорим, будут группы. Группы используются для объединения пользователей и предоставления этим пользователям прав доступа. То есть фактически группа представляет собой одно и общее имя для определенных прав доступа к определенной информации. Также группы могут использоваться для создания почтовых рассылок. Итак, что же влечет за собой добавление в группу? Во-первых, пользователь, который добавлен в группу, получает абсолютно все те же права, которые назначены любому другому пользователю в данной группе. И также он получает все разрешения, которые назначены данной группе на любых общих ресурсах. То есть, если, например, у нас есть какая-то общая папка, в которой предоставлен доступ к группе Finance, если мы добавляем пользователя в группу Finance, то он получит доступ к этой папке по умолчанию. Нам не нужно будет добавлять в свойствах этой папки конкретно этого пользователя и давать ему разрешение. Группы возможно разделять по типам или по возможностям использования группы или по областям действия. То есть это по пределам применения группы внутри домена или леса. Или, проще говоря, кто видит и откуда может видеть эту конкретную группу. Различают три области действия группы. В локальную группу могут быть добавлены аккаунты из того же домена или из доверенного домена. В глобальной группе могут быть аккаунты добавлены из того же домена. И в универсальные группы могут быть добавлены аккаунты из любого домена в лесу. По типу группы разделяются на группы распространения, которые используются для того, чтобы создать списки рассылки для электронной почты, и на группы безопасности, которые используются, соответственно, на назначение разрешения доступа к общим ресурсам. Ну, а теперь давайте перейдем к демонстрации и посмотрим, как создать группу. Так, давайте вместе с вами теперь мы создадим группы. Группы, так же, как и подразделения, можно создавать с помощью оснастки пользователей компьютера Active Directory, с помощью PowerShell, командной строки и различных скриптов. И давайте мы сначала посмотрим на то, как создать группу с помощью оснастки пользователей компьютера Active Directory. Для этого мы ее запускаем. У меня она уже открыта. Если не открыта у вас, то инструменты и пользователи компьютера Active Directory. Итак, для того, чтобы создать группу, мы можем выбрать подразделение, либо мы можем просто создать группу в каталоге пользователей. Но мы продолжим работать с нашим финансовым подразделением, которое мы создали в предыдущей демонстрации. И давайте теперь создадим группу. Для этого мы щелкнем правой кнопкой мышки по подразделению, выберем новое и выберем группу. Здесь нам предлагается ввести имя группы. Давайте пусть это будет аккаунтинг. Здесь имя группы с родней имени NetBIOS, то есть то, которое использовалось в операционных системах до 2000 Windows. Дальше мы смотрим область действия группы. Локальная, глобальная или универсальная. Мы выбираем глобальную. И тип группы. Безопасность или рассылки, распределение. О том, в чем разница, я рассказывала в презентации, поэтому нажимаем ОК. Все, пожалуйста, создана наша группа. Мы можем щелкнуть правой кнопкой мышки, посмотреть свойства, посмотреть, есть ли кто-то у нас в членах этой группы, нет, посмотреть на саму эту группу, кем она управляется и так далее. Давайте теперь вместе с вами создадим группу с помощью PowerShell. Для этого мы будем использовать команду NewAdGroup. Ссылку на портал Технет, где есть подробное описание этой команды, я оставлю в конце презентации. Мы выбираем параметры имя. Наша группа будет Reporting. Мы выбираем категорию группы. Это безопасность. Область действия глобальная. Отображаемое имя. Путь, где она находится. Она будет находиться в каталоге пользователей в нашем домене. И также описание. Есть и другие параметры, но ограничимся пока этим. И нажимаем Enter. Опять-таки процесс не занимает много времени. Давайте перейдем теперь в каталог пользователя. Его необходимо обновить. И наша группа Reporting появилась. Также появилось к ней описание, которое мы добавили. Давайте посмотрим на ее свойства. Есть описание, область действия, безопасность. В остальном все то же самое. Эту группу мы можем перенести в какое-то подразделение. Давайте, раз уж отчеты у нас создают по финансовым показателям организации, давайте переместим эту группу в наше подразделение финансы. Все, пожалуйста, теперь мы можем увидеть, что у нас есть группа Accounting и Reporting в нашем подразделении финансы. И на следующем этапе мы добавим в эти группы пользователей. Но для начала давайте об этих пользователях поговорим. Итак, мы наконец-то с вами добрались до учетных записях пользователей. Это, наверное, один из самых важных элементов Active Directory. Почему? Потому что, во-первых, без учетной записи пользователя ни на один компьютер доменной сети вы не войдете. То есть учетная запись пользователя удостоверяет личность пользователя, который пытается войти на какой-нибудь компьютер. И, во-вторых, с помощью учетной записи пользователя можно разрешить или запретить доступ к каким-либо ресурсам домена. Как это можно сделать? Можно назначить правила для разрешения на конкретного пользователя. Можно добавить пользователя в группу или подразделение, к которым эти правила уже применяются. Здесь я также отмечу, что как только мы с вами создали наш контроллер домена, по умолчанию были созданы две учетные записи пользователей. Это учетная запись администратор и учетная запись гость. Также были созданы по умолчанию ряд групп, в которые эти учетные записи администратора и гость были добавлены. А теперь давайте мы посмотрим, как же создать нашего пользователя, как его добавить в группы и подразделения. В рамках последней демонстрации к этому курсу мы с вами создадим пользователей для наших подразделений и посмотрим, как добавлять их в группы, подразделения и так далее. Пользователей, равно так же, как подразделения и группы, можно создать с помощью оснастки пользователей Computer Active Directory. Можно использовать PowerShell, можно использовать командную строку и можно с помощью PowerShell или командной строки запускать различные скрипты. Давайте начнем с оснастки пользователей Computer Active Directory. Для этого мы откроем Server Manager и выберем в пункте меню «Инструменты» эту оснастку. У меня она уже запущена. Давайте откроем наше подразделение финансы и создадим для него нашего пользователя. Выберем «New» – «Пользователь». Итак, перед нами появляется окно создания нового объекта, а именно «Пользователя». Ну и давайте здесь мы можем ввести имя нашего пользователя, его инициалы, имя, с помощью которого он будет заходить в систему, и также тоже имя для входа в систему, но для операционных систем, которые раньше версии Windows 2000. Так, я буду создавать себя. Как видите, в пункте «Полное имя» формируется мое полное имя на основе имени и фамилии. Введем имя для входа, и оно автоматически будет добавлено в эту строку. Нажмем кнопочку «Далее». Пароль. Пароль здесь необходимо ввести не 1, 2, 3, 4, 5, а какой-то сложный, тот, который будет удовлетворять требования политик безопасности, установленных в вашей сети. Эти политики безопасности могут быть как установленными по умолчанию, то есть я сейчас никаких групповых политик не устанавливала, ничего не меняла, не настраивала, и уже по умолчанию задано, что пароль должен быть сложным, либо вы можете настраивать групповые политики в соответствии с теми требованиями, которые нужны вам. По умолчанию пароль должен состоять из 8 символов, чередоваться должен регистр, должны присутствовать цифры и спецсимволы. Также нам представлено несколько опций. Первая опция предлагает нам включить возможность пользователю поменять пароль при следующем входе в систему. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы пароль к своей учетной записи знал только пользователь. То есть, когда мы создали учетную запись пользователя, мы создали какой-то самый пароль примитивный относительно, по умолчанию дали его пользователю, и он уже выбирает, что он хочет сделать, и ставит тот пароль, который нужен ему в конечном счете, который он будет помнить и который мы знать не будем. Прямо противоположная опция о том, что пользователь поменять пароль не может. Следующая опция, что никогда не оканчивается срок действия пароля. И, наконец, то, что аккаунт выключен. Собственно, для чего, допустим, можно использовать эту кнопку при создании пользователя? Например, когда мы знаем, что пользователь у нас выйдет на работу, например, только через две недели, и чтобы никто под его учетной записью вдруг случайно не зашел. Пароль-то ведь всем по умолчанию может быть известен и могут попытаться зайти в систему. Можно сделать аккаунт выключенным и включить его только тогда, когда пользователь непосредственно придет на работу. Давайте нажмем кнопку «Далее». Здесь нам еще раз показывают полное имя, имя для входа в систему, и также опции, которые мы установили. И нажмем кнопку «Финиш». Так мы видим, что пользователь появился в нашем подразделении финансов. Если мы щелкнем по нему правой кнопкой мышки, мы увидим пункт «Свойства». Давайте посмотрим поподробнее. Итак, первая вкладка – это общая информация о пользователе. Здесь мы можем добавить описание, офис, телефонный номер, e-mail, веб-страницу, адрес. Дальше информация об аккаунте. Мы, соответственно, можем здесь посмотреть на те же опции, которые нам были предложенными. Мы можем выключить аккаунт. Различные опции шифрования и так далее. Мы можем установить срок действия аккаунта, например, о том, когда он должен закончиться. Дальше мы можем установить время для входа в систему, какие-то разрешения. Мы можем заблокировать аккаунт или снять блокировку. Например, когда пользователь введет пароль неверно некоторое количество раз, то вот эта вот галочка у нас будет выбрана, и мы ее можем снять или наоборот поставить. Следующая вкладка «Профили», «Телефоны», «Организации», «Удаленный доступ» и так далее. Дальше интересно представлять вкладку «Member of». Это то, членами каких групп является наш пользователь. По умолчанию пользователь является членом группы пользователей домена. Соответственно, мы можем нажать кнопку «Apply» и «Ок». Итак, в принципе, сейчас я уже могу вам показать, как добавить пользователя в группы, но давайте мы лучше создадим еще одного пользователя, и уже, например, двух пользователей будем в группы их добавлять. И второй способ создания пользователей – это с помощью PowerShell. Давайте ее запустим. Итак, команда на создание пользователя – NewAddUser. И, если честно, параметров у нее очень много, и в конце презентации я оставлю ссылку на портал Технет и на статью об команде NewAddUser. Поэтому, если вам интересно, зайдите, посмотрите. Я себе сделала уже заготовочку. Итак, параметр имя, параметр сокращенное имя пользователя, то, которое мы будем использовать при входе в систему. Дальше – отображаемое имя. Здесь необязательный параметр. Мы именно имя, фамилия разделения. Дальше – где будет создан наш пользователь. В моем случае это подразделение «Финансы» в нашем домене. Дальше – пароль к нашему аккаунту и тестовый пароль. Дальше – опция о том, что пользователь должен обязательно изменить свой пароль при следующем входе в систему. И последняя опция о том, что аккаунт должен быть включен. Так, давайте нажмем Enter. Опять-таки, процедура не занимает много времени. Давайте все это свернем. Вернемся в наше подразделение. Нажмем «Обновить». Пожалуйста, пользователь у нас Александр Чернов появился. Давайте посмотрим на его свойства. Так, здесь у нас добавилось имя, фамилия. Давайте посмотрим на вкладку «Аккаунт». С аккаунтом нам добавилось имя только для версии, для входа в систему, для версии раньше Windows 2000, потому что мы не указали опцию с именем домена. Но мы можем изменить эти свойства и добавить их вручную. Также мы видим, что включена опция о том, что пользователь должен поменять пароль. Больше ничего не включено. И если мы посмотрим на пункт «Мемберов», мы увидим, что пользователь наш является также членом группы пользователей домена. И давайте нажмем кнопку «Apply» и «Ок». Итак, теперь у нас появилось два пользователя. По умолчанию они находятся в группе пользователей домена. Но при этом мы можем захотеть, чтобы они являлись членами еще каких-то созданных нами групп. Итак, например, на предыдущем шаге мы создали группы «Аккаунтинг» и «Репортинг». И давайте теперь попробуем добавить наших пользователей в эти группы. Сделать это можно с помощью нескольких способов. Первым способом мы можем выбрать пользователя, щелкнуть по нему правой кнопкой мышки и выбрать параметр «Добавить в группу». Здесь мы можем ввести имя группы. Например, давайте введем «Аккаунтинг» и нажмем кнопку «Проверить имя». Имя подчеркнуто. И мы можем, по сути, нажать «Ок». Но давайте представим, что сетевая инфраструктура у нас более широкая, чем в этом примере. И тогда мы можем нажать кнопку «Advanced». И мы можем поискать среди объектов типа группы или встроенных принципов безопасности в нашем домене «Mvacom». Можем ввести какое-то имя для поиска. А можем просто нажать «Искать сейчас» и посмотреть на все списки групп, которые нам здесь предлагаются. И, соответственно, их выбрать. Например, я могу выбрать «Reporting» группу и могу также одновременно выбрать группу «Accounting» и нажать «Ок». Как вы видите, теперь я могу добавить объект сразу в несколько групп. Но второй способ, когда уже в группу можно добавлять участников. Для этого щелкнем правой кнопкой мышки уже по группе, выберем «Свойства», выберем вкладку «Members» и нажмем кнопочку «Add». Теперь мы ищем уже по пользователям, сервисным аккаунтам, группам и другим объектам. Давайте введем имя пользователя. Опять-таки «Мое». Проверим имя. Как вы видите, сразу же предлагается мое полное имя и моя учетная запись в этом домене. Также можем нажать кнопочку «Advanced» и опять-таки уже искать среди пользователей, аккаунтов, служб, группы и других объектов. Все еще в нашем домене «Vecom». Нажмем «Now» и здесь мы уже видим пользователей. И мы можем добавить и Александра, и Марию. Нажать кнопочку «Ок». Теперь мы можем добавить сразу двух пользователей. Нажмем «Ок», применим изменения. Если мы теперь посмотрим на свойства какого-то из наших пользователей, откроем вкладку «Member of», мы увидим, что пользователь является членом группы «Accounting» и членом группы пользователей «Домена». Здесь же мы можем добавить, например, этого пользователя в группу «Reporting». Для этого нажмем «Add», добавим «Report», нажмем «Check names». Как вы видите, проверяется имя, дополняется. Можем нажать «Ок» и увидим, что наш пользователь находится уже в группах «Accounting» и в группах «Reporting». Здесь я еще раз считаю необходимым напомнить, что группы подразумевают под собой общее имя для пользователей, с помощью которого предоставляются права на доступ к определенным ресурсам. Поэтому если, по сути, вы удалите какую-нибудь группу, все пользователи ваши останутся. То есть, если мы, например, с вами сейчас удалим группу «Accounting», да, мы получим предупреждение, но при этом у нас сохранились наши пользователи. И все, что изменится, если мы посмотрим на свойства, мы увидим, что они не являются больше членами группы «Accounting». Однако в том случае, если мы с вами удалим подразделение, то мы удалим все, что находится внутри этого подразделения. Собственно говоря, для этого мы с вами и добавляли опцию «Protect» для того, чтобы пользователи и группы, которые хранятся в подразделении, случайно удалены не были. На этом мы заканчиваем с созданием пользователей, мы добавляем их в группу, и давайте вернемся к презентации. Что ж, в рамках этого модуля все демонстрации мы завершили, и, как я и обещала, я оставляю ссылки на описание команд PowerShell для создания подразделений, групп и пользователей. И, кроме того, я оставляю ссылочки на полезные ресурсы. Это наш портал TechNet и портал Microsoft Virtual Academy, где вы найдете информацию по продуктам и технологиям Microsoft. Не забудьте скачать презентацию, не забудьте пройти тест к этому модулю. И спасибо за внимание, и смотрите последний модуль этого курса – это включение компьютера в домен. До свидания.